Жизнь стала зыбкой, неустойчивой, будущее не просматривается, текущие события не вызывают каких-то положительных эмоций, поэтому нужно заниматься тем, что сохранится в течение длительного времени, а не рассеяться, не раствориться в текущей действительности. Поэтому я в своей работе тоже стараюсь заниматься не столько анализом событий сегодняшнего дня, сколько фундаментальными вопросами. Новая книга, которую вы видите, как раз относится к таким вопросам, которые охватывают даже не столетия, а тысячелетия. Эта книга переведена мной с немецкого языка, книга немецкого исследователя религиоведа Иоганна Эйзенменгера. Очень тяжелая была работа над этой книгой, потому что этот текст 1700 года, больше 300 лет прошло, сильно изменился язык, сильно изменились сериалии, и перевод был очень-очень трудный. Работа заняла больше полугода, где-то около 8 месяцев ежедневной многочасовой работы. Речь идет о такой фундаментальной проблеме, как критика иудаизма. Современные церкви христианские этим не занимаются. Русская православная церковь под руководством нынешней патриархийной администрации скорее находится в подчиненном положении у Ватикана, а Ватикан считает иудеев старшими братьями. Критиковать старших братьев не положено, особенно если это совсем уже младшие братья, которые должны были бы противостоять антихристианским тенденциям, но ничего в этом направлении не делают. Священство фактически от своей миссии критики иноверных религий отказалось. Но раньше европейские мыслители занимались этим и исследовали антихристианские учения, среди которых иудаизм является самым фундаментальным, самым распространенным и самым жестким. Соответственно и критика иудаизма должна быть со стороны христиан самой жесткой. Но мы, к сожалению, находимся в стадии, когда научные исследования в этом направлении полностью отсутствуют, а ненаучная публицистика скорее вызывает озлобление и неумный подход к этому вопросу. Я, занимаясь этим вопросом уже не первый год, считаю, что подход должен быть фундаментальный. И в данном случае я полностью сохранил ту конструкцию, которую создал в своем творчестве Роган Эзенменгер и лишь облегчил ее для современного читателя тем, что разбил большие главы, большие части на маленькие и почаще расставил знак абзаца, так чтобы легче читалось. В остальном текст полностью сохранен. Еще я предпринял такое действие. Некоторые большие фрагменты, которые выбивались из общего повествования, я перенес в приложение. Книга, которую я представляю, это вторая книга в серии, вторая книга, составленная из текстов Эзенменгера. Первая была посвящена, собственно, талмудическому учению, а вторая книга – это то, что в этом учении есть именно антихристианское. Это материал гораздо более объемное, чем сущностное изложение талмуда или раввинистических учений. Из этого следует, что иудаизм – это по преимуществу антихристианское учение, которое привязано к христианству именно этим своим характером. Эта книга не для легкого чтения, это книга для изучения. Это памятник литературного научного творчества, как я уже сказал, 300-летней давности. Я нашел только один перевод современный, перевод на чешский язык 2009 года. Больше ста лет работы Эзенменгера не издавались по понятным причинам. Коммунизм в России и либерализм в европейских странах. Книга практически полностью забыта, остался только ее скан. И случайно я его нашел и понял, что эту книгу надо переводить. Можно сказать, что на русском языке Эзенменгер появляется впервые. Книга составлена из огромного количества цитат из той литературы, которая на русском языке никогда не появлялась. И эти книги мы уже никогда не найдем. Для нас эта работа уникальна, потому что даже сегодняшние цитаты из Талмуда, которые публикуются, не являются аутентичными. Мы не знаем, из каких изданий они взяты. Ссылок нет. А изводов Талмуда множество. И современные версии могут содержать какие-то исключения, исправления, изменения. В данном случае речь идет о конце 17 века и более ранних изданий как Талмуда, так и раввинистической литературы. Я прочту для тех, кто соберется приобрести эту книгу. Здесь специально свою электронную почту я оставляю. Она будет также под этим роликом. Внизу в примечании к самому видеоматериалу. И одновременно я в кадре ставлю электронную почту, по которой вы можете мне написать и заказать эту книгу, чтобы я мог прислать ее по почте. Книга достаточно объемная. И она не будет дешевой. Тем более в связи с последним удорожанием, мне пришлось некоторые предпринять усилия, чтобы удешевить издание. Тем не менее, оно осталось столь же объемным, как и предполагалось. Достаточно крупный шрифт, удобный для чтения. Тем более, что чтение это будет длительным для того, кто займется этим вопросом и будет изучать. А я прочту оглавление, чтобы было понятно, о чем идет речь, и чтобы тот, кто захочет заказать эту книгу, понимал, что, собственно, он собирается читать. Крупные разделы прочту. Есть предисловия, достаточно значительные тоже 20 страниц предисловия, которые я написал. Дальше идут большие части. Иудеи проклинают христиан. То есть проклятие от иудеев в адрес христиан. Как называют христианские святыни. Насмешки над таинствами. Оскорбления христианских праздников. Как они называют христиан. Ненависть ко всем народам. Как они называют нашу религию. Как они ценят христиан. Ложные клятвы, обманы и воровство, расставщичество. Учение о еде и питье. Имена, которые дает Иисус Христу. Проклятие и блаженство. И приложение. Соответственно, есть еще и источники, перечень. Тех источников, которые привлечен, он очень обширен. Но я не даю его в виде ссылок на соответствующие места текста. А просто как перечень. В тексте есть каждый фрагмент, который цитирует Эзель Менгерс, снабжен соответствующей ссылкой. То, что является параграфами или разделами в частях, в каждой части. Это название, которое дал я специально, чтобы текст структурировать, его было проще воспринимать и проще было читать. Я могу сказать, что эта книга, изданная тиражом в 100 экземпляров, не будет никогда продаваться где-либо в книжных магазинах. В ближайшее время это уж точно. Тираж раньше разойдется, чем откроются подобного рода возможности. Я думаю, что при моей жизни, при жизни нынешних поколений, эта книга не появится нигде, ни в одном книжном магазине. И она больше не будет издана, потому что издавать некому. Издательства не возьмутся за это. Вот только я на свой страх и риск могу заниматься такими книгами, такими переводами. Могу вкладывать большое количество собственных усилий в то, чтобы такой перевод появился. Хотя над этим вопросом должны были бы работать целые институты, наверное, десятки переводчиков, которые должны были бы давать еще и академические комментарии. И все это должно было бы поставлено быть в русском государстве на прочную основу государственной поддержки. Но поскольку государство не наше, чужое, то такой поддержки не будет. И вот эти 100 экземпляров, которые мной изданы, я предлагаю тем читателям, которые сочтут необходимым, сохранить вот это знание в своей библиотеке. Вполне уникальную книгу, которую действительно вы больше нигде не приобретете. И эти знания вы нигде не сможете получить. Если же вы интересуетесь этим знаниями, не просто какими-то сочинениями ни на чем не основанными, какие-нибудь там злобные измышления про масонов, про заговор всемирный и так далее. Это совершенно в другую сторону. Это научное сочинение, фундаментальное, написанное по канонам научной литературы того времени, в значительной степени совпадающее и с современными канонами. Сохранение русского и мирового интеллектуального наследия – это фундаментальная задача, которая в сегодняшних условиях тотального распада государств, распада интеллекта, уничтожения науки является одной из насущных задач этого своего рода интеллектуальный ковчег, куда складываются те сочинения, без которых будущие цивилизации, будущие поколения не смогут ничего понять в нашей с вами жизни. Надеюсь, что тема эта не будет брошена, и найдутся самодеятельные ученые, которые продолжат то, чем занимаюсь я. Надеюсь, что и у меня еще достанет сил продолжить исследовательскую работу как по этой теме, так и по другим темам. Дополнительно приглашаю всех на презентацию моей книги «Завет темных веков». Вот эта книга, которая как раз подходит под наши сегодняшние душевные переживания, под сегодняшний момент, но является фундаментальным философским сочинением. Презентация книги состоится в известном магазине в центре Москвы «Библиоглобус» 18.30, 5 апреля. «Вход свободный». Те, кто уже приобрел эту книгу, прочитал, смогут задать вопросы, кто еще не прочитал, тому я расскажу, о чем эта книга. Я думаю, что будет достаточно желающих ее приобрести, хотя стоимость еще раз предупреждаю. Теперь книги стоят дорого, и они являются богатством самым настоящим, которое находится у вас дома, и которое вы сможете передать следующим поколениям. Пока все, что могу, представляю в этой книге интегральную философскую концепцию, которая отталкивается от сочинений Освальда Шпенглера. Слава Руси! Господи, спасибо! Слава Руси! Субтитры подогнал «Симон»